Хозяйка дома Гульджан Эджи помогает ветерану во всем. Повар-кулинар даже говорит, что перекормила деда. Так что парадный костюм уже мал. Это сейчас он живет в трехкомнатной съемной квартире у семьи Марадыловых. Одна из них с большим телевизором Григория Чалова. С супругой он прожил 17 лет, но после ее смерти его единственный сын оставил ветерана на улице. У помощника прокурора Первомайского района столицы Кубата Байке и домохозяйки Гульджан Эджи рано умерли родители, поэтому они сразу приняли дедушку. Так он стал любимым дедом их троих сыновей, дочки и пятерых внучат. Когда муж работал в местной администрации юристом, к ним пришел Григорий Ата. Оказалось, что он долгое время жил на улице. Потом они пришли покушать к нам. Услышав его историю, мы пригласили его жить у нас. Тогда мы жили в частном доме, но у деда болят ноги и пришлось снимать квартиру, чтобы все условия были, а ему было более или менее комфортно. В пакете альбом с фотографиями военных лет. Он рассказывает, как его прадед из Воронежской губернии оказался в Таласе. Тогда по царскому указу шло массовое переселение русских в Среднюю Азию. Так таласского юношу отправили на войну. Сначала служил в стрелковой артиллерии, потом наводчика. За подбитые танки он удостоен ордена Красной Звезды. Я подбил два танка. Ну там другие расчеты тоже подбили. Танки пожили мы, а вот пехота прорвалась на нашу оборону. Сколько я там убил немцев, сколько ранил, я не знаю. Но главное, что когда на меня бежал немец, а у меня уже кончились патроны. И я успел это с чехла вытащить лопатку и ударил его. Он схватился руками за лицо, и я в это время его по голове лопаткой. После война для него продолжилась в Японии и еще пять лет служил в Забайкалье. Он бы и дальше служил, но нужно было ехать в Таласк родителя. Настоящий герой по приезду получил множество наград и был направлен в уголовный розыск работать с несовершеннолетними. Капитан гордится своей медалью за отличную службу по охране общественного порядка. Год назад глава государства подарил 89-летнему ветерану однокомнатную квартиру. Стойкий и непоколебимый Григорий Чалов верит, пока есть человечность и справедливость, победа будет сопровождать каждого и везде.